константин спрашивал какая у нас сегодня тематика тематика у нас как всегда нет какой-то конкретной тематики все что касается компании life is good гермес и best way можно обсудить текущие новости кто что знает и так далее или высказать мнение за или против ну что константин готовы что-нибудь сказать или пока не будете пока не буду значит чтобы у нас не было базара просьба одновременно не говорить если говорит допустим кто-то один и кто-то хочет сказать поднимайте руку для этого есть специальная кнопка закончит предыдущий спикер я передам слово следующему например вам потому что когда начинают говорить двое или трое получается базар не слышно толком никого ну вот я думаю что никому не интересно такой базар слушать так ну давайте значит у нас за последние дни были достаточно интересные обсуждения и кстати сказать даже я узнал кое-что новое для себя например что касается вывода что касается вывода через систему pay pro потому что как я раньше писал например я видел что еще осенью 2020 года подчеркну 20 они 21 кабинетах pay pro появилось сообщение что там по техническим причинам ты да ты да значит заявки не помню как точно могу сейчас найти это объявление я выкладывал дата была обозначена по моему 15 октября 2020 года потом это перенесли на ноябрь потом перенесли на декабрь и так переносили несколько раз но некоторые сказали что они выводили еще в двадцать первом году просто как бы я не скажу что пристально следил и прямо там каждый день в кабинет не заходил и не проверял допускаю что я мог этот момент пропустить то есть и вот я не случайно сделал даже такой опрос результаты этого опроса я выложил буквально вот 10 минут назад еще раз повторю значит вопрос ставился так по вашим сведениям работал ли вывод свиста через систему pay pro в двадцать первом году даже если это был какой-то ограниченный срок и вот 77 процентов проголосовали да я лично выводил 13 процентов я знаю того кто выводил 10 процентов выбрали вариант вывод работал только в определенных странах 33 процента у меня вывод не работал 37 процентов я не в курсе вот то есть ну судя потому что вот первые два варианта кто-то лично выводил я не поленился и созвонился вот человеком с которым я как раз общался из германии и он подтвердил что да он именно делал вывод через pay pro на карту union pay то есть кого-то удивило почему причем тут карта union pay ну вот я тоже как бы нет я не то что я удивился то есть я знал что именно на карту union pay люди и выводили то есть вот этот инвестор из германии он именно с ней шел к банкомату и снимал почему была выбрана именно карта union pay если кто-то из вас в курсе пожалуйста разъясните я сам этого не знаю почему именно union pay вот но по его словам вот инвестор из германии он последний вывод делал еще в декабре 21 года потом видимо то ли них но не хотел выводить а потом сайты были отключены вот ну то есть для меня это но такой как сказать новый момент потому что раньше я думал что вывод работал только за границей в россии не работал но вот по комментариям некоторых участников выходит что на какое-то время вывод в двадцать первом году и в россии был если вот из присутствующих сейчас двадцати пяти человек кому-то есть что-то добавить по данному вопросу может быть вы сами выводили или знаете кого-то кто выводил пожалуйста добавляйте андрей добрый вечер и всем участникам добрый вечер двадцать первом году я попытался вывести на pay pro в тикет системе мне написали так как я являюсь гражданином российской федерации эти выводы приостановлены соответственно я нет не мог вывести были моменты я разговаривал скажем так с вышестоящим человеком он сказал что все по переводы то есть евро в европе если мы допустим с карты на карту в россии перегоняем просто так то здесь перегоняют либо по безуму либо сепа перевод используют частности больше всего из пост используют все по переводы по европе и соответственно он выводил через через систему все по переводы можно было выводить так было недавно разъяснение но у меня нету возможности и знакомых у кого бы это проверить так это было или нет это первый момент второй момент почему на union pay карту переводят переводят в частности в европе скорее всего человек сидит на дотации а у германии и у россии есть они делятся информация и соответственно если человек сидит германии на дотации и у него есть какой-то заработок с россии то дотация сразу отменяется и этот человек должен денег в обратную сторону то есть правительство государства правительство германии соответственно выводилась скорее всего на юнк она была безличная может быть и личная чтобы скрыть что данный эпизод у меня все спасибо антон за пояснение потом вот ольга в нашем чате как раз выложила видеозапись как с карты union pay делают оплату в супермаркете и снимают деньги с банкомата сбербанк насколько я понял пусть судя по зеленому цвету у меня возник вопрос потому что я раньше всегда думал что эти карты union пэй могли заказать но не граждане россии потому что я что-то вот не не припоминаю вот что я гражданин россии чтобы именно я мог заказать union пэй вот поправьте меня может быть я просто чего-то не знаю могу добавить могу добавить вы сейчас в своем городе можете допустим пойти в газ тот же газпромбанк или ростсельхозбанк который делает карты выпускает union пэй и вы ее такую получите без проблем нет я понимаю что union пэй не имеет отношения прямого скажем ни к life is good ни гермесу это понятно но именно потому что вот как я вспоминаю ситуацию то есть вот из-за вот этих проблем системе пэй про вот ты же сам говоришь что вот ты не мог системы пэй про вывести но а я что-то вот не припомню такого объявления в кабинете что пожалуйста закажите карту union пэй и выводите да то есть вывод еще раз повторю вот судя по тем объявлениям которые я видел в кабинете пэй про уже осенью двадцатого года вывод был приостановлен неважно на какую карту раньше я выводил прямо на карту сбера нужно было просто прописать актуальные данные там номер счета и так далее можно было выводить прямо на сбербан но при этом повторю в россии насколько я понимаю уже с осени двадцатого года вывод не работал но при этом за границей вот конкретно случай там человек с карты union пэй шоу банкомат и спокойно снимал там только ограничение было 400 евро в день максимум можно было снимать вот кстати михаил у нас сейчас присутствует михаил вы по моему дописали что вы еще в двадцать первом году выводили вот можете голосом еще раз пояснить как у вас это происходило до андрей добрый вечер добрый вечер как я к этому пришел эта функция же давно была доступна кабинете но ей не пользовался по той причине что конечно меня познакомили с этими обменниками и из рук руки там или там по картам переводить друг друга это было намного выгоднее потому что когда я почитал условия там только за перевод около 80 долларов снималась неважно там 100 долларов ты выводишь или там 3000 например и плюс содержание карты но это было после того момента когда центробанк внес список счетом на компанию насколько это уже известно да начался большой отток денег и обменники бы были переполнены заявками я в тот момент просто взял тупо зарегистрировался еще и жду зарегистрировал то есть мы без проблем нажали кнопку на вывод и спустя там 14 часов там 2000 долларов пришло на карту я поэтому утверждаю что это было или октябрь или декабрь прошлого года а вы имеете ввиду зарегистрировался именно в системе по и про да а понятно ну получается ну я повторю может быть я просто не у меня не было цели каждую там день или каждую неделю даже в по и про заходить потому что я как бы вот у меня в памяти отложилась что осенью двадцатого года они там но объявили что там временно не работают и поэтому я как бы не особо за этим следил у вас получается осенью двадцать первого года получилось даже вывести а кстати михать и не следил потому что я знал что мы есть карты что их можно наказать когда полез в эту систему смотри сколько это вообще стоит мы подумал зачем она мне нужна когда даже завести деньги было но проблематично да там какую-то сумму потому что заявок на вот денег было гораздо больше чем на вывод и приходилось там иногда там в обмене как там ловить монет чтобы у кого-то что-то купить а потом еще когда карты отменили думаю да зачем она мне вообще нужно платить иногда ну достаточно просто это было все сделать а вот когда я возникла такая ситуация ребром ну пришлось зарегистрироваться и сделать ну понятно а комиссии вы говорите там было за каждую транзакцию 80 долларов или евро ну да там 60 минимум комиссия плюс там банк удерживает еще что-то там но она где-то в пределах вот этой суммы там неважно там сколько там не от суммы была комиссия вообще вот операцию ну то есть получается допустим если выводите 2000 евро платите вот эту там комиссия 80 плюс процент ну понятно то есть поэтому как бы получается мелкие суммы выводить невыгодно только крупные на выводили это на вот эту карту union pay нет на тинькофф а прямо на тинькофф я смотрел там в телефоне я просто уже несколько телефонов сменил от банка тинькофф отказался но я найду вот этот скрин где-то у меня был потому что я там делился как я это сделал как зарегистрировался где-то у меня есть там посмотрю на другом телефоне скину вообще а вот кстати да вы же выкладывали скриншоты отчет подзабыл как как каким какая дата там стоит на скриншоте нет я еще не выкладывал они выкладывали хорошо потому что было бы интересно как раз посмотреть хорошо коллеги есть что добавить по данному вопросу по вариантам ввода вывода помимо обменников и внутрянки у меня можно узнать а регистрироваться на pay pro документы россии российской федерации были документы я вот точно сейчас не смогу сказать там регистрацию обычная жене говорит она мне такая профессионально пользуется юзер этих компьютеров на там все приказывает михаил вопрос именно вы гражданин рф или другой страны до краснодарский край потому что вот именно у меня тоже было впечатление что как бы эта опция для граждан рф недоступна вот для иностранцев пожалуйста ну повторю может быть как раз к этому моменту когда вы регистрировали что-то поменялось может быть я до этого не какие-то были правила но понятно следим только когда карту упразднили все в мире неинтересная история вопросы по лимитам там или по выводам средства мне это стало сразу функция интересная кстати михаил а вот уже получается в начале 22 года года у вас карты есть в принципе или там уже нечего было выводить со счета я карты как и давно уже не работали их уже невозможно было заказать там эта функция стала недоступным а вот зарегистрироваться и выводить просто на банковскую карту это было доступно на тот момент когда я это делал концепта ну понятно хорошо антон услышали ответ да да спасибо услышал алена пожалуйста да добрый вечер еще раз вот я не люблю говорить когда нету цифр перед глазами но тем не менее придется потому что я тоже к сожалению не следила за этой истории что и в каком месяце выводили что выводили какие были функции подключались но мне кажется что вот карта union pay о которой здесь говорят да что она была в двадцатом году вот у меня такое впечатление а в двадцать первом уже были свифт переводы как раз которые без карты то о чем сейчас вот михаил рассказал это были две разные системы поэтому может быть небольшая путаница сейчас в чате возникла давайте я без ссылок на года когда это было но просто порядок до расскажу что вот по и про то те объявления которые вы скидывали в чат андрей да это в какой-то момент вот это что там какие-то неполадки были а потом была возможность заказать карту union pay прям российскому гражданину у меня у самой и не было этой карты она мне была не нужна но я знаю людей у кого она была соответственно и мы смотрели договора что там и как ее нужно было заказать по почте она приходила курьер и и приносил довольно долго ее надо было ждать там две-три недели по моему что ли она примерно а вот и договор все на обслуживание банковской карты и комиссии вот как правильно сказал михаил что-то там было ну так я только почему-то запомнила что 4 доллара в месяц просто за обслуживание карты вот это у меня в память отложилась остальное не помню но комиссии были все указаны в договоре и можно было ею пользоваться вот так как ольга скинула видео до насколько я поняла то есть спокойный в магазинах рассчитываться и везде российским гражданам можно было это делать а потом действительно эту карту перестала обслуживаться для российских граждан потому что как тоже вот объясняли что но это было как-то связано с российским законодательством что-то в общем там перекрыли именно какое-то пользование для российских граждан можно было пользоваться на территории российской федерации но для граждан других стран это же я знаю людей которые граждане других стран но у них были карт эти юнион п и они спокойно продолжали пользоваться и в банкоматах снимать и в магазинах рассчитываться вот то есть какой через какое-то время вот для российских граждан ну может быть год они работали вот не могу сказать и причем опять же вот говорю что у меня есть знакомые которые были такие которые заказали карту все там оплатили доставку доставку нужно было оплачивать по моему 60 что ли долларов что-то такое или 15 но не помню ладно то есть какая-то сумма была за доставку которую нужно было оплатить и вот были люди которые ее заказали но получается не успели даже воспользоваться и активировать то есть там месяца два-три наверно прошло их на территории россии заблокировали то есть российским гражданам точнее не на территории россии российским гражданам мы заблокировали и тогда из кабинета я уж не знаю это платежной системы или банк ну то есть вот union pay прислал этому человеку письмо на электронную почту о том что извините так как вот какие-то там изменения то есть российская федерация то ли не продлили они что одну не знаю в общем что-то там произошло то есть граждане российской федерации сейчас не могут пользоваться этой карты поэтому мы готовы вам вернуть все комиссии за выпуск карты там еще за что-то за обслуживание так как вы ее не активировали и человеку вернули эти деньги единственное ему не вернули за доставку курьером хотя он даже не просил то есть ему сами вот ну сама вот эта система pay pro прислали такое письмо вот это вот я тоже знаю но когда именно это было к сожалению не помню но мне кажется что с 20 по 21 год вот она работала потом тоже какой-то был период когда ну то есть соответственно люди просто открывали на иностранных граждан этих карты кому надо было но это очень мало пользовался спросом потому что как уже сказал михаил долго дорого неудобно и так далее но тем не менее возможность такая была а то что касается именно системы pay pro вот это уже были другие системы это как раз как раз union pay работал по себе по переводам которые в россии враг для российских граждан стали невозможными а вот через pay pro было через свифт переводы и вот и вывод соответственно то есть по другой системе по свифт переводам и вот там регистрация но какой паспорт тоже я вот сейчас не по-моему но на российский можно было зарегистрироваться по крайней мере может конечно были разные варианты на какой паспорт регистрироваться и там был вывод не на union pay карту а просто на какую-нибудь карту какого-нибудь банка российского но там были ограничения в на какие банки не принимаются переводы то есть из каких банков нельзя платить и на какие нельзя но я вот просто могу сейчас так сказать там помсбер втб газпром еще какой то есть несколько было крупных довольно банков которые нельзя было но вот тинькофф было можно альфа было можно поэтому все кто пользовались пользовались именно через эти банки дальше даже но ни у кого не было необходимости вникать какие банки можно какие нельзя вот когда появилась эта возможность в pay pro через pay pro систему ввода вывода я не могу сказать но судя потому что вы скидываете скрины начала 21 года что были какие-то объявления о работах ну значит видимо не сначала может быть там середины 21 года но осенью они точно работали потому что после внесения в список cb уже после то есть после 17 ноября это было однозначно были эти выводы и я помню что люди в чатах возмущались вот по и против перегистрироваться долго очередь организовалась там надо было верификацию какую-то видео проходить то есть сначала по моему отправить заявку а потом дождаться когда тебе назначат время и вот ее провести пройти ну что то вот такое было и верифика ну в общем что то такое было но они точно работали и лимиты были да по моему вот 4000 сначала было до долларов или евро не помню потом 2000 потом тысяч до тысячи понизили и потом эта возможность тоже отключилась дай бог памяти или конец декабря или может быть в январе 22 года но то есть всю осень еще это работало либо прям перед новым годом либо после нового года пришло сообщение опять же в pay pro о том что сколько то там заявок общем на обработки и что по моему банк корреспондент в британии отказался выполнять заявки потому что слишком большой поток денежных средств на территорию российской федерации пошел а вот и что ну вот а потом как в каком-то там месяце появилась крипта вот криптовывод по моему это был в январе до или феврале 22 но то есть какие-то были промежутки когда что-то одно работало потом отключалась потом другое работало потом отключаться какие-то вот такие промежутки были но действительно никто за этим внимательно не следил потому что были альтернативные способы и в общем больно то никто не пользовался но что хочу сказать в защиту ну в первую очередь людей то что лично я присутствовала неоднократно на обучениях различных где обучали именно легальным способом ввод ввода вывода средств где давали пояснения как вот эту карту union pay заказать до этого я ну просто не в курсе что происходило вот union pay когда появился были множество то есть объяснение что как где как принесут как унесут то есть куда там на какой адрес как документы заполнять ну в общем вот такие вот были технические вопросы очень много было таких обучений и потом когда вот то есть когда именно вот в pay pro вот этот вот ажиотаж начался я так поняла что и до этого там можно было зарегистрироваться просто никто этого не делал но когда начался ажиотаж тоже опять же была масса обучения проведена различных как это сделать что там куда заявку подать какую кнопочку нажать и так далее то есть поэтому когда кто-то говорит что не в курсе ну я не спорю с этими людьми может быть они не в курсе потому что просто не в том круге общались но вот я в курсе что такое было тем не менее так как самой пользоваться не было ни нужды ни необходимости как бы я сама не пользовалась если бы у меня были свои личные какие-то транзакции я бы вам их показал но у меня своих личных нет а чужие ну я не могу выкладывать и вот в чате после того как пообсуждали то я написала там что если у кого-то есть пришлите мне в личку пожалуйста и мне люди прислали и прислали старые инвойс которые были переводы они прислали квитанции но никто не разрешил их выкладывать поэтому я этого не сделаю но то есть еще раз говорю что я и сама знала что это было и люди тоже самое подтверждают просто они не хотят эту информацию в чат выкладывать для того чтобы на них потом ведрами всякие жижи не выливали поэтому в защиту то есть людей хочу что много где проводились массовое обучение объяснения у меня даже где-то сохранилась сохранились презентация прям по слайдам каким образом через не инвойс через swift переводы каким образом проходит вот вывод и все что где какие комиссии какие банки получатели какие банка там корреспондент банк отправитель где все это было то есть у меня даже есть такое вот именно от обучения то есть эта информация не то что кто-то сказал а что именно ну точнее кто-то сказал это было обучение но тем не менее то есть в принципе о чем каким выводом я прихожу да и ну как бы они логичны то что у компании периодически какие-то вот моменты такие трудности возникали то одно что-то там отключили то другое что-то там не заработала но люди этого особо не понимали ну как бы не чувствовали на себе потому что больно то никто и не пользовался честно говоря может только за границей может быть пользовались ну где-то там вот в германии потому что им было это удобнее чем где-то в обменниках кого-то искать что им было удобнее без налогов там без дополнительных каких-то затрат но постоянно какие бы трудности не возникали у компании она всегда находила какой-то другой выход и всегда что-то новое то есть были там invoice переводы потом pay pro потом стала union pay эта карта потом опять pay pro через swift переводы потом криптовый вот-вот то есть в любом случае если даже на какой-то момент был но был какой-то период времени что но нет легального способа кроме как обменники хотя обменники они же тоже не противозаконные но тем не менее то в любом случае компания всегда находила какой-то выход и всегда что-то новое придумывала какие-то договоры новые там заключала какие-то новые платежные системы подключала еще что-то делала то есть компания всегда действовал в интересах людей хотя как мы даже вот за там два-три года последних отследили что несколько раз возникали какие-то трудности и что мне это этот самый факт мне дает право думать что чтобы не случилось они все равно сделают что-то свое сделают еще что-то с кем-то договорятся но просто потому что такое уже было и не раз то есть на основании опыта можно сказать что ну было еще что-то сделают другое будет что-то другое ну вот то что я хотел сказать спасибо алена еще раз вот по поводу несколько раз мы уже затрагивали вот этот документ от прокуратуры его будем разбирать или вадима сегодня на созвоне нет следующий раз ну во первых и вадима нет во вторых уже мне кажется это не имеет никакого смысла потому что я сбросила ответ из налоговой где написано что в соответствии с налоговым кодексом соответствие с налоговым законодательством это было переименование они реструктуру не как господи не реорганизация соответственно налоговая провела регистрацию в соответствии со своими документами которыми она то есть закупа законам которым она работает поэтому ну я вообще не вижу смысла уже просто разбирать это представление но если есть такая необходимость можно конечно но если она опровергнута следом другим документам зачем его разбирать знаете я могу просто впечатление сказать по этому представлению вот я только недавно до его полный текст прочитала скажу на своей практике да как поступают юристы когда вот когда мне нужно получить какое-то определенное допустим решение суда либо какой-то определенный ответ из компетентных органах то нужно ставить вопрос так как ты хочешь получить ответ ну то есть формулируешь прям чтобы они перепечатали и тебе ответили твоими же словами то есть когда ты просто спрашивают что вы думаете по этому поводу то они ничего не ответят путевого а когда мне допустим нужно получить ответы что да там на основании статьи такое то было проведено то 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 ответ из пункта этим было проведено то 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 я именно так и задаю вопрос и вот что касается представления прокуратура мне нажилось впечатление я не знаю кто делал этот запрос это просто впечатление о том что именно так был составлен запрос то есть человек какой-то собрал какую-то там информацию да где-то цифры перепутал где-то штрих-коды не те где-то еще что то но тем не менее он собрал эту информацию и задал вопрос и ему просто ответили его же словами написали что ну да вот здесь в соответствии с этим здесь в соответствии с этим потому что если его разбирать я действительно это ну пыталась сделать я это делала изучал этот документ вот в последнюю неделю там очень много несоответствия с теми же самыми аквэдами но это вообще элементарные знания которые даже не надо закрытые базы какие-то иметь для этого то есть вбиваешь в интернете аквэд номер и там видно что какая расшифровка а там даже в тексте этого представления другая стоит расшифровка у этого аквэда ну то есть просто такие несовпадения и ну что еще вот могу пояснить по этому поводу то что когда я задала вопрос по поводу этого представления вообще то есть как какой то было это представлено было вообще направлено хотя бы в кооператив то есть было такое или не было мне сказали что напрямую кооператив такого не получал но было переслано и то есть через какую-то другую службу то есть как это выглядело как мне пояснили то что не напрямую прокуратура отправила это представление в кооператив а прокуратура отправила кому-то ну скорее всего это было государство следственный отдел они переправили в кооператив с просьбой пояснить и тогда в ответ на это то есть кооператив сделал запрос в налоговую и вот ответ из налоговой я скидывала в чат я просто не вижу смысла прям разбирать подробно этот документ если есть другой который его полностью опровергает а к вы вот этот который опровергает выкладывали в чате в нашем да да выкладывала ответы с федеральной налоговой службы что как году в каком числа было произведены какие действия на основании каких статей каких кодексов но можно еще раз поискать продублировать так вот альбина написала есть банки которые выдают union pay прекращайте быть безграмотными вас обманули шарашка pay pro не имела права выдавать карты но насколько я понимаю pay pro наверное не выдавала карта то есть карты имитировал какой-то банк да да вот опять путаницу вносит pay pro не выдавал карты через pay pro были swift переводы ну а до этого вот как вы сказали да что тут на другое было invoice переводы тоже видимо через систему pay pro да и мой период через систему pay pro или или я помню времена когда были swift переводы формировался invoice в кабинете и можно было пойти в местный банк где который работает со свифтами ну на тот момент по моему все банки практически эту функцию поддерживали можно было посылать другое дело что это было медленно медленно комиссия высокой и так далее кто-то пользовался кто-то нет поэтому мне несколько вот квитанции которые прислали я говорю люди они были invoice сформированные через альфа-банк все проходили ну просто видимо так было людям удобно я не говорю что только альфа-банк с этим работал вот квитанции все которые мне прислали для обозрения они все через альфа-банк может совпадено по моему альфа-банка были такие нормальные комиссии выгодные именно по валютным переводом скорее всего просто люди сами выбирали наверное можно было разными банками пользоваться но там все же в комиссии действительно упирается по и про сам не выдавал карты вот не путайте карты union pay было я только что рассказала как ее присылали по почте в каком банке он открывался я не знаю но не в российском она была насколько я помню почему-то мне говорили что китайская то ли это китайский банк ее выдавал то ли это то что это китайская система оплаты но что-то китайская было это платежная система китая может быть платежная система китая но карта точно не в российском но не в нашем общедоступном банке открывалась она именно была доставка через курьеры и как-то там довольно долго то есть ее откуда-то из-за рубежа присылали вот альбина пишут на территории россии могут выдавать карты union pay только девять банков данная карта что на видео принадлежит банку города санкт-петербурга на ней написано там сэн санкт-петербург union pay это платежная китайская система фили аффилирована только для нескольких банков рф но альбина с этим и никто и не спорит то есть до китайская система на ней там иероглифы даже можно разглядеть просто еще раз есть есть компания pay pro через которую обрабатывали заявки на вывод а уж с кем там компаниям pay pro договаривалась на на основании каких договоров это уши их внутренняя кухня по пользователю то зачем в эти нюансы вникать он получил карту пошел с этой картой в банкомат и снял деньги и все а уж какие там между ними взаимодействия происходят это уже их их дела хорошо коллеги есть вопросы комментарии дополнения возражения альбина чтобы долго не писать лучше голосом подключайтесь и голосом прокомментируйте во всяком случае получается как вот мы обсудили что как по словам михаила где-то в конце двадцать первого года можно было зарегистрироваться в системе pay pro кто не зарегистрирован и делать заявку на вывод ну это точно было и раньше можно было регистрироваться причем без очереди спокойно но раньше этого многие не сделали видимо я так понимаю просто не надо было людям а когда вот уже после внесения в список cb там появилась очередь на регистрацию именно в системе pay pro так вот альбина написала дело в том что отделы compliance банка с кем был договор у pay pro они через короткое время отказали компании pay pro от е ею это наверное европейский союз до василенко в обслуживании как и и другие ранее банки отказывали также как и адвокэш отказала заморозив 2 миллиона евро клиентских денег cb тут ни при чем многие зарубежные компании отказали им ну собственно вот получается на протяжении лет возникали какие-то проблемы и получается василенко но нужно было эти проблемы решать я мне даже странно что например именно так долго тянули с подключением крипты потому что крипто она трансграничная то есть можно делать хоть хоть в антарктиду переводы то есть не зависишь как раз от капризов вот этих каких-то контролирующих организаций банков давным-давно надо было подключать раз именно с этими вопросами такие сложности я могу тоже сказать только то что мне поясняли никакой личной секретной информации у меня нет по поводу крипты именно когда задавался вопрос по моему как раз это было в конце двадцать первого года когда вот уже вот эту очередь в pay pro организовалась тогда задавали вопросы люди по поводу крипты и им даны были пояснения следующие что компания которая занимается выплатой дивидендов не хочет работать с крипто что с ними них не могут договориться и что в любом случае придется что в любом случае придется то есть искать какого то но какое-то третье звено через кого это делать и ну я так я так для себя вы вывод что когда это третье за 2 ночи раз которое можно это сделать нашли то есть через какое-то другое юрлицо да соответственно мы же все понимаем что в любом случае деньги они же не в крипте хворо хранятся Они же в любом случае в какой-то валюте, ну, то есть в фиатной валюте имею в виду, в такой бумажной, для тех, кто не понимает слово фиатное. То есть в обычной валюте они хранятся, и, соответственно, их в крипту тоже нужно, все равно их нужно из какого-то банка, из какого-то счета откуда-то перевести. Даже вот как сейчас обычные пользователи это делают, они же все равно покупают там через P2P обменники, но обменивают на обычную карту банковскую. То есть в любом случае без банковской системы тут не обойдешься. И вот тогда вот нам, ну, такие пояснения были даны, что не могут договориться, что та компания, которая выплачивает дивиденды, не соглашается на вывод на крипту, что нужно было искать все равно какое-то промежуточное звено. И когда его нашли, тогда подключили. Я поняла именно так это. Так, Альбина пишет, крипту начали подключать в декабре, когда Крючек попросил подключить систему DAO. Крючек попросил, а Крючек же возглавляет кооператив, причем здесь DAO и Крючек, я не очень понимаю. Так, Алена, разберитесь в криптовалютной теме. Альбина пишет. Ну, опять же, господа, тут получается, у нас могут быть просто разные источники информации. Крючек и DAO я вообще никогда не слышала, так что даже вообще ничего не могу сказать. И спасибо большое, Альбин, за совет, обязательно буду разбираться. Так, Альбина написал, по указанию Василенко. Узнаете у Крючека, кто поехал на конференцию по DAO, по указанию Василенко. Ну, вы хотите сказать, что именно у Василенко было намерение использовать технологию DAO как раз для работы Гермеса и так далее. Про это речь вы понимаете, если у Вас есть какая-то инсайдерская информация, предположим, ну, так Вы ее как-то более детально распишите, а то у Вас получается, узнаете у Крючек, как я у него узнаю, если у меня нет его контакта, да. То есть давайте ему там челобитную напишем, товарищ Крючек, разъясните, что у Вас там за дела с DAO. Ну, учитывая всю текущую ситуацию, я сомневаюсь, что, как говорится, от него можно там какой-то вразумительный комментарий получить. Так, коллеги, есть еще какие-то мысли? В принципе, мы 46 минут общаемся. Вот, если больше нечего добавить, тогда, наверное, сегодня созвон будет короче, чем обычно. Давайте, Андрей, добавим позитива. Как я люблю это делать. Да, давайте будем добрее друг другу, будем верить в добро, будем слушать не слухи, а собирать реальные факты, реальную информацию. Давайте пожелаем, чтобы у всех все получилось, чтобы все клиенты Гермес смогли получить то, что они хотят, чтобы все пайщики кооператива смогли получить то, что они хотят, чтобы у всех все было хорошо, всем нам здоровья, добра и мирного неба над головой. Спасибо, спасибо. Так, да, я хотел добавить еще один момент, значит, по поводу баланса. Кстати, это важный момент, я считаю, баланса именно криптовалютных кошельков нового проекта United to Live. Кто не видел, я регулярно делаю скриншоты именно балансов кошельков. Там есть первый кошелек, на который поступают средства, есть второй кошелек, с которого выводятся средства. Так вот, я, можете пролистать даже историю чата, периодически фиксирую, сколько средств находится на балансе этих кошельков. И предыдущая сумма на балансе была, сейчас я пролистаю, пролистаю, чтобы не быть голословным. Так, пролистаю наш чат. Вот, итак, вот 23 ноября был баланс суммарный 22 582 720 USDT. Сегодня, 4 декабря, баланс составил 22 335 486 USDT. Проводим простую арифметическую операцию и вычитаем одну сумму из другой. И получается, что за 11 дней баланс этих кошельков уменьшился на 247 234 USDT. То есть, практически на четверть миллиона. И это, господа, я подчеркиваю, это впервые за все время существования проекта United to Live. Потому что я фиксировал эти балансы с мая месяца примерно, когда открылись только регистрации в проекте. И предыдущие месяцы с мая, получается, по ноябре балансы в целом росли. Да, средства переводились с одного кошелька на другой, перекидывались. Это тоже благодаря системе блокчейн все видно, все можно отследить. Но именно вот последнюю неделю за 11 дней суммарный баланс уменьшился почти на четверть миллиона. А меня это наводит на мысль, что именно, ну скажем так, скорость развития нового проекта, ну явно не такая, как, видимо, ожидалось. И я, кстати, связываю это именно с ожиданиями людей. Потому что, как мы уже на прошлом созвоне с вами обсуждали, что на сайте Hermes Recovery была обозначена дата 25 ноября. И многие, насколько я понимаю, ждали именно этой даты, что может быть, наконец-то 25 ноября там начнутся какие-то сдвиги и так далее. Но, как мы знаем, этого не произошло. Была опубликована новость, где уже пошли разговоры, что работа над восстановлением системы продолжается. И уже сроки там сдвигаются до нового года. И, естественно, люди в результате этого, видимо, оказались разочарованы. Вот. И, собственно, видимо, это и поспособствовало тому, что активность в новом проекте, ну, оказалась меньше, чем ожидалось. То есть, ну, задумайтесь сами, простая логика, да. Что означает, что балансы кошельков уменьшились. Предыдущие месяцы росли с мая по ноябрь. Это означало, что в систему денег приходит больше, чем выходит, да. Как в бассейне. В одну трубу воды втекает больше, чем вытекает. Значит, бассейн наполняется. Если в какой-то момент начнет вытекать больше, чем втекает, значит, бассейн будет, как говорится, пустеть, да. Так же, как у нас с ванной происходит. И сам факт, что балансы уменьшились, говорит о том, что отток средств превышает приток. Вот вам такая пища для размышления. Пожалуйста, в мозге. Какой смысл просто держать деньги где-то на счетах? Это первый вариант. Второй вариант. В преддверии Нового года очень многие инвесторы свои активы перекладывают в кэш. Тоже это общеизвестный факт. Потому что, ну, по многим причинам январь-февраль – это высокорискованный и низкодоходный месяц. Поэтому многие стараются просто вывести средства. Может быть, и с этим это связано. А может быть, с выводом прибыли. А там прибыль, как вообще, когда начисляется? Кто-то может пояснить? Я не в курсе. Может быть, в начале месяца прошло? Так же, как в Гермесе, в первых числах месяца, насколько мне известно, начисляется прибыль за прошедший месяц. Ну, а там какой-то... Ну, так прибыль начисляется первого месяца, но она в кабинетах появляется третьего числа. Как раз акция распределяет между участниками и тех, кто покупал акции. Ну, вот сегодня четвертое. То есть, получается, я сегодня сделал скриншоты. Эти скриншоты отображают данные на сегодняшний день. А можно я добавлю? Можно добавлю? Сейчас, Михаил, секунду. Я отвечу на комментарии Алены. Значит, Ален, дело в том, что вот система блокчейн чем и хороша, что она полностью прозрачна. И, например, я бы мог согласиться, что деньги из проекта United to Live переводятся куда-то для инвестирования. Но в том-то и дело, что мы видим, со второго кошелька выводятся какие-то относительно небольшие суммы. Ну, что значит относительно небольшие? Это там 100 какие-то, ну, бывают даже вообще мелкие суммы, там 45 долларов, там 112 долларов, бывает несколько тысяч, бывает там 20 тысяч. Ну, скажем так, у меня не сложилось впечатление, что с этого кошелька именно выводятся средства для инвестирования. Вот я выкладывал тоже в нашем чате транзакцию, которая меня сильно заинтересовала. Это сразу 10 миллионов было выведено. Я после окончания созвона могу еще раз ее выложить. То есть вы своими глазами увидите, действительно, вот этот кошелек, с которого шли платежи, вернее нет, кошелек, именно самый крупный кошелек, на котором раньше было 20 с лишним миллионов, неожиданно месяц назад, чуть меньше месяца назад, с этого кошелька выведено 10 миллионов. Вы скажете, так вот, наверное, это как раз для инвестирования. Ага, смотрим, этот кошелек, куда были выведены 10 миллионов, ни одной транзакции с этого кошелька не сделано. Это все видно, то есть 10 миллионов выведены, и они спокойненько целый месяц там и болтаются. Кто это выявил, с какими целями, непонятно. То есть, может быть, ну, у меня впечатление, я как раз и думал, что надо бы последить за этим кошельком, может быть, действительно, Василенко там на какой-то резервный кошелек вывел, может быть, он там инвестировать куда-то хочет или для себя вывел, мы не знаем. То есть, как бы, блокчейн он интересен чем? Что мы можем, конечно, отслеживать транзакции между кошельками, но не очень понятно, именно кому конкретный кошелек принадлежит, да, и с какой целью эти 10 миллионов были выведены. Но факт остается фактом, что 10 миллионов были выведены на отдельный кошелек, и целый месяц они там лежат без движения. Андрей, а может быть такое, что токен их просел, и эти деньги, вот мы видим, минус? Или они не привязаны? Деньги, как говорят тут мухи, сами по себе, как ли-то сами по себе? Я смотрю именно очень просто. Я, понимаете, у меня нет кабинета на новом сайте, вот эти все там разговоры про токен, как он там растет и так далее. Я, образно говоря, смотрю вот как пример с бассейном. Есть труба, где вода втекает в бассейн, есть труба, где вода вытекает из бассейна. Я просто смотрю, бассейн наполняется, то есть уровень воды растет или бассейн пустеет. Вот с мая по ноябрь бассейн наполнялся, баланс суммарных кошельков рос. Последнюю неделю, 11 дней, он начал пустеть. Я согласен, могу тоже, ну, согласен, то, что сказала Алена, действительно, может быть, это связано с тем, что до Нового года остается меньше месяца. Что, может быть, люди стараются как-то фиксировать свои результаты, потому что не секрет, что на рынке инвестиций действительно два таких периода, можно сказать, повышенного риска. Первый период – это лето, потому что период отпусков, и второй период – это новогодние праздники, которые там начинаются уже в конце декабря. Католическое Рождество, потом Новый год, потом Православное Рождество, потом Старый Новый год, и сами знаете, это все затягивается на несколько недель. И поэтому, да, многие инвесторы в курсе, что, во-первых, это дополнительные риски, а во-вторых, люди хотят, как говорится, ну, людям нужны деньги на текущие расходы, на праздничные какие-то покупки, на поездки и так далее. Может быть, с этим связано, но, опять же, это просто интересный факт, который я отметил, конечно, я и дальше буду отслеживать баланс этих кошельков. Может быть, Новый год закончится, и мы увидим, что начнется там бурный рост, именно что люди там увидят, что новогодние праздники закончились, там все окей, и балансы снова начнут активно расти. Но, повторю, что для тех, кто зашел в новый проект, это уже такой повод, звоночек, можно сказать, когда несколько месяцев подряд вот оно росло-росло, а сейчас расти перестало, и наоборот уже пошел спад. И спад, извините, немаленький, за 11 дней четверть миллиона долларов в минус. Я хотел, Андрей, добавить то, что, когда открываешь счет уже на новой платформе, там можно деньги положить на 3 месяца, на 6 и на 12 месяцев. И вот именно этот месяц, он бьется, когда их можно на 6 месяцев было положить, и то, что люди, я соглашусь с другими, что под праздник просто снимают свои средства, и за 6 месяцев там сумма получает уже по статистике этого кабинета больше, чем на 50% она приросла. Поэтому это всего лишь на все, мне кажется, просто такая вот математика. Я знаю точно, что в моем окружении есть те, что тоже открывали там небольшой счет, понаблюдать, и там даже пополняли его за это время, и под Новый год собирались снять с идеей. И у них это все удачно получается, и там больше 50% доходности. А вот отличное вот это вот замечание, откуда деньги уходят, и вот эти вот 10 миллионов тогда я увидел в вашем чате. И как раз вот в этот день, когда деньги ушли, в кабинете появилось новое обновление, там 2.6 что ли было, и там появилась функция что-то, фарминг или стейкинг, какая-то новая инвестиционная направляющая. И там такой неприлично большой процент прям. Там написано очень много текста, что большие риски, как это все делается, что откуда берется. И вот в этот момент вы еще и подтвердили, что большая сумма вышла, ну, скорее всего, что-то там они делаются. Потому что я и с Аленой соглашусь, просто так на одном кошельке храните огромную сумму денег, с чего потом выплачивать. Только получается, в первые месяцы, что я начал наблюдать, единственное, с чего они могли выплачивать проценты, это только то, что комиссии. На ввод, на вывод и всего лишь навсего. Собирание денег, и на комиссиях собирается какая-то сумма, и между участниками она распределяется. Ну, а потом начали появляться уже другие-другие функции. Скорее всего, эти кошельки, которые вы наблюдаете, дальше будет больше еще информации, куда они там в разные стороны уходят эти деньги. Как-то так. Хорошо, спасибо. А вообще-то за счет комиссии и начисляли прибыль по этим акциям. Пока что инвестиционная деятельность не велась, как нам говорили. Так, вот Альбина написала. Не нужно было обещать людям стабильность фантомную, вот в этом причина злости людей. Зачем обманом привлекали? Ну, Альбина, здесь, понимаете, замкнутый круг получается. То есть, многие лидеры, они сами верили в стабильность. То есть, считали, что, ну, как бы, если компания работает уже столько лет, что там с ней может произойти? В принципе, я с Аленой согласен. Она, как она сказала, что действительно за 8 лет были такие моменты, когда там, например, ну, была система AdvoCash. Я помню, я лично выводил на кошелек AdvoCash деньги. Потом ее отменили. Насколько я знаю, потому что, да, система AdvoCash в какой-то момент прекратила сотрудничество с Гермесом. И вот по словам Альбина, вот она сегодня написала, что якобы даже 2 миллиона евро там клиентских денег было заморожено. А я знаю, что за системой AdvoCash вводятся такие, ну, выкрутасы, потому что, если система AdvoCash видит какие-то, можно сказать, скажем, в компании видит что-то подозрительное, они могут запросто там блокировать, блокировать счета, блокировать кошельки с энными суммами и докажите нам, что ваши там деньги законно там и так далее. Короче, докажите легальность ваших денег, так же, как он, например, сейчас за границей там арестовывают счета там каких-то российских и прочих бизнесменов. А вот докажи, что ты эти миллионы там легально заработал, принеси справку с синей печатью там 15-летней давности, давай. Не докажешь, все, было ваше, стало наше, все. Это, как говорится, очень-очень удобный способ грабежа. Так, Альбина, согласны я о том, что не нужно было обещать швейцарские надежности? Ну, я, понимаете, я согласен, Альбин. И дело в том, что и, собственно, я даже в нашем чате, вот когда мы неоднократно поднимали тему пирамид, да, я, почему я много раз ссылался и продолжаю и буду ссылаться на примеры нашей замечательной страны под названием Советский Союз с 300 миллионами населения, которое там победило во Второй мировой войне, но при этом почему-то развалилось, да, без всякой войны. А вот так вот бывает в нашем мире. А за 70 лет до этого Российская империя развалилась. То есть, если вспомнить в истории, то есть целые мировые империи, там, Римская империя, Византия, Османская империя, практически все рано или поздно приходили к своему концу, какие бы они ни были мощные, могучие и так далее. То есть, если уж империи со всеми их ресурсами и возможностями не могут обеспечить собственную безопасность, что уж говорить там про какие-то компании? Нет ничего вечного в нашем мире, да? Так, вот Макс написал, когда ток денег больше, чем приток, это значит, что скоро проект накроется медным тазом, грамотные инвесторы в этом случае начинают выводить свои средства от греха или скама подальше. Ну так, Макс, я для этого и выкладываю скриншоты, потому что как раз по скриншотам можно отслеживать именно текущую ситуацию. Может быть, может быть, действительно, это временная ситуация, связанная с Новым Годом. Вот пройдет месяц, пройдет Новый Год, посмотрим, повторю, может быть, баланс снова начнет живенько расти. А может быть, а может быть. Наоборот, люди сейчас, проанализировав все это, извините, скриншоты я не из головы беру. Любой из вас может по ссылке зайти и на сайте Tronscan своими глазками увидеть баланс каждого кошелька. То есть это не то, что там Андрей Жариков что-то насочинял. Каждый из вас может по ссылке зайти и в режиме реального времени отслеживать балансы кошельков. И люди, когда они увидят, что, извините, баланс проседает уже за 11 дней на четверть миллиона долларов, ну, может быть, кто-то более активно будет делать заявки на вывод. А это может привести, опять же, к еще большему проседанию баланса. Кто-то вот, кто есть, да, тут Денис или Михаил, может быть, кто есть в этом новом проекте, может, поясните, я тоже где-то слышала, что когда продают токены, то тоже комиссия какая-то берется, и она тоже влияет на баланс этих кошельков, что от этого балансы тоже растут. То есть даже когда люди продают, все равно баланс растет. Правильно я поняла или что-то не так услышала? Да, все правильно, потому что неважно, покупаешь или продаешь акции, ты платишь за эту комиссию компания, и за счет этих комиссий токен увеличивается в цене. То есть тот, кто продаст последним, продаст по самой выгодной цене, правильно я поняла? Ну, вообще-то не совсем, потому что кто последний продаст, он получается... А, хотя, ну, так-то да, если смотреть с точки зрения того, что токен будет поддорожать, да, тот, кто продаст последний, он продаст значительно дороже. Получается по такой логике. Да. Нет, немножко неправильно. Компания, те проценты, которые платят за комиссия, эта компания забирает себе. Соответственно, если будет дешеветь, вы будете в минусе. Если в последнюю очередь продавать. Вообще-то акции не могут дешеветь. Нет, нет, я не продешеветь. Акции не могут дешеветь, они всегда будут расти в цене. Я, может, перефразирую вопрос, я немножко не то хотела спросить. Не цена токена, а то, что при продаже, когда его продаешь, взимается комиссия. И вот эта комиссия, там, сколько-то процентов, она идет тоже вот в этот же кошелек, с которых Андрей делает скрины. И что вот эта комиссия идет в этот кошелек. То есть каждая продажа, получается, неважно по какой цене, она все равно увеличивает баланс кошелька. Вот этот я вопрос задала. Правильно или неправильно? Ну, скорее всего, так вот. Я думаю, нет. Ну, ладно, раз никто точно не знает, тогда не будем это обсуждать. Я просто думала, может быть, вы знаете. Ну, как я понимаю, комиссию взимает компания. Это ее заработок, скажем так. Соответственно, она эти деньги забрала себе и все. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.